Кстати, сегодня я у нас еще отмечу, что, так сказать, фраза одна стала очень распространенной в этот день. Написана была она один из поэтов. Какой вы нам потом расскажете сами, умом Россию не понять. А мы уже готовы перейти к следующей нашей съемке, точнее, нашему материалу, который вот подготовили ребята. Гори и не угасай. Одна и та же фраза десятки раз, выведенная на бумаге, превращается в картину. Этот стиль живописи – каллиграфутуризм. Несколько лет назад его создал художник Пакрас Лампас. Теперь развивают его последователи. Он занимается каллиграфией и с помощью каллиграфии создает геометрические фигуры в плоскости. Вот. И единственная работа, которую он создал, объем с помощью каллиграфии – это «Глаз Давида». Вот. И я для себя поставил цель пойти дальше и с помощью каллиграфии посоздавать объем, например, объем человеческой головы. Сергей Семилетов не только созерцатель, но и творец. Впервые сел за холст в 15 лет. Затем любовь к живописи привела на архитектурно-строительный факультет. И хотя работать по профессии художник не планирует, академические основы использует до сих пор. С помощью светотеневой проработки мы можем создавать объем человеческой головы. И также в некоторой степени мы можем просматривать здесь определенные эмоции, которые нам будут выражать положение наших глаз, положение мышц. Каллиграфу туризм – только одно из направлений творчества художника. Больше всего он любит писать акварелью и экспериментировать с материалами и техникой. Эта работа называется «Сон». Когда-то Сергей Семилетов был вожатым в детском лагере и на его руках уснул ребенок. Этот момент художник запечатлел на фото, а через два месяца перенес на бумагу. Интересно, что картина нарисована черным маркером и тушью, а тонкие линии мастер нарисовал с помощью обычных спичек. Сдержанные оттенки и единая цветовая палитра. Мастер признается, в творчестве он строг, но иногда в порыве вдохновения добавляет в картины ярких красок. Я добавил цвета в клей ПВА и вот вложил мазки. Они сами по себе прозрачные. Они просматриваются через друг друга. И это очень похоже на акварель. В каждую картину художник вкладывает часть души. Даже фразы, вписанные в рисунки, несут особый смысл. Одно из главных желаний Сергея Семилетова – поделиться творчеством с миром. Начало уже положено. Для молодого художника это первая самостоятельная выставка. Поэтому мы ему немного поможем ее организовать и развесим картины. Здесь не только каллиграфия и футуризм. Портреты, выполненные в разных техниках. И отдельная часть творчества художника – пейзажи. Я стремлюсь показать атмосферу, которая меня зацепила. И также людей, которые там находятся. Здесь я показывал разлуку. И когда люди разделяются, они теряют часть себя. Я убрал лицо, чтобы это подчеркнуть. Больше 30 полотен украсили стены Симферопольской консерватории. Первыми увидели и оценили работы мастера, его друзья и знакомые. В современных техниках все это сделано. И это очень прикольно. Цепляет? Цепляет, конечно, безусловно. Меня очень привлекли работы, вот именно портреты. Они имеют какую-то глубину, душу. Что-то в них большее заложено внутри. Я первый раз, честно говоря, вижу его работы и в восторге. Открыть душу для самых близких – это только первый шаг к исполнению большой мечты. Жить, чтобы творить и нести людям добро сквозь призму творчества. Вот девиз молодого художника. Татьяна Балыкина, Данил Захаров. Утронового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова